И она была человеком неграмотным, у неё там всего-то было три класса образования, но это были такие вот предвоенные годы, поэтому там на образование сильно не обращали внимания. Как только я решила что-то снять, обязательно включают сверло. Если вам интересно. Ну ты же тут кушаешь, она здесь вот... Приехали ко мне домой, командир же тут уже. Всем доброе утро! Итак, сегодня понедельник, солнечный день. Дочка пошла отводить Денечку в садик, а я сижу пока думаю, чем же сегодня заняться. Одела сегодня туничку вот эту и хочу в ней походить немножко. Покажу вам, что сегодня у нас на улице. Я смотрю, ветра нету, солнечная погода, подсыхает немножечко асфальт. А вообще, сегодня днём обещается плюс шесть, а завтра плюс десять. Вообще классно! Но я думаю, может быть, даже выйти прогуляться на улицу. Не знаю. Посмотрим. Соскучилась я по своей кашке любимой. По овсяной моей кашке. Молис. Вот, я сейчас её заварю. Доча свои панкейки кушала. А мне что-то захотелось овсяночки поесть. Вот я немножечко кипяточка отсюда налила. Сейчас она три минуты постоит, набухнет. И можно будет кушать. Вот, так что, ну, видите, когда у меня с утра нету никаких идей, то я и завтракаю вовремя. А когда я чем-то занимаюсь, я забываю позавтракать. Кроме кофе, который вот пью. И всё. Ну, сегодня у меня завтрак в одиннадцать часов. Прямо как положено. Девочки, одела я с утра вот это платьичко. Ну, думаю, оно такое удлинённое. Я в нём похожу. Ну, как-то вот походила-походила. И мне хочется обратно влезть в мою пижамку, штанишки, рукавчик одеть. Ну, и как-то прохладненько немножечко ещё дома. Вообще-то, платьичко ничего, мне нравится. Но я хочу опять пижаму. Ну, вот совсем другое дело. Совсем другой комфорт. Вот. Сейчас залезу под плед, поваляюсь, посмотрю телек. Пока что делать ничего не хочу. Ещё ничего не придумала, что бы такое поделать. Девочки, решила я такой соорудить завтрак. Короче говоря, у меня две сосиски есть. Есть немножечко индейки тушёной. Макарушки. И вот я хочу сделать вот такое блюдо. Вот помолодец, что-то такое делалось. И мне нравится. Сейчас чуть-чуть лучок немножечко, он раз поджарился. Я туда сейчас добавлю сосиски. И индейку, наверное, сразу поджарился. Макароны, правда, я тоже люблю поджаренные. Поэтому я, наверное, макароны сейчас тоже уже закину и буду всё поджаривать в миски. Сейчас я добавлю макарончик. Вот я высыпала сюда варёные макароны, уже готовые. Дам вот это начну, чуть-чуть поджариться. Сейчас я убавлю газ, чтобы оно намедлено магнитить и поджарилось всё. А потом можно даже яичницу залить. Но я посмотрю, будем заливать или нет, посмотрим. И будет вот такая вот, ну, как это сказать, можно даже сказать, запеканка, если это яичницу залить. Можно сказать, вот такая вот капеканочка получится. А, кстати, можно и в духовку поставить и запечь что-то. Что я хочу на сковороде, поджаренную, как яичницу. Что-то мне такое вот блюдо захотелось. Кручком. Вкусно так, сейчас чуть-чуть присолить. Вот видите, уже немножечко подрумянилось у меня блюдо. Я взяла два яйца, взболтала. Сейчас я наше блюдо залью яйцом, закрою крышкой. Уже убавила на медленном огне. Немножечко потушить, что можно будет кушать. Если есть свежая зелья, можно потом присыпать еще зеленью. Вот такое блюдечко вкусное. Блюдечко, говорю, блюдо. Блюдечко. Ну, вот такое вот блюдо интересное получилось. Я думаю, будет вкусно. Это у нас уже не завтрак, а обед получается. Потому что были заняты съемками. Садимся кушать. Доча, иди кушать. Пойду. Ну, че. Очень вкусненько. Видите, на чем мама меня подсаживает. ПП прям так и прет. Просто я очень голодная, она ничего не готовит другого, понимаете. Конечно, вкусненько. Ну, вот приготовила такое блюдо. Мне захотелось так вкусно. Мне нравится. Я уже так присела, хорошо ем. Ладно, буду кушать дальше, пока не остыла. Ну, вот, девочки, пришла моя следующая посылочка. Здесь у меня заказят по большей части, это уже подарки моим там детям, внукам. В общем, мне там, по-моему, две вещички я только заказала. А в основном, в общем-то, я решила приодеть немножечко свою семью. Вот, сейчас я хочу раскрыть и посмотреть, что там. Уже не все помню, что там есть у меня. Ну, вот, этот большой пакетик я распаковала. И в итоге что получается? Мне тут три вещички. Вот это моя кучка. Это кучка для детей. Денечки и Насте тут костюмчики. А это для дочки что-то и что-то для невестки. Надо мне будет посмотреть. Ну, это я уже вам покажу в отдельном видео, что кому. Смотрите отдельное видео. Доча сидит, монтирует фильм в новом костюмчике. Костюмчик такой классный, модный, симпатичный. И тоже вот она его вам покажет, продемонстрирует как раз в том видео Василек, который вы хотите, который вы зайдете и посмотрите, если вам интересно. Ну, ты же тут кушаешь, она здесь вот кушает свои панкейки, пьет кофе и вся такая деловая, вся там, вся там, вся в делах. Ладно, идемте к моему плову. В общем, доча мне принесла курочку. Ну, это вот там бедрышки, я их просто порежу кусочками и все. И прямо там, где косточки, с косточками положу. И я вот готовлю так, если я беру курицу, то я там с косточками кладу все в мультиварку, а потом эти косточки вынимаются. Ну, мне, собственно, понадобится что? Одна морковка, одна луковица. Кто-то любит побольше, можно положить больше морковки, больше лука. Вот, ну, я вот на этом останавливаюсь, мне вот это вот количество достаточно. Еще мерный стаканчик был, но я его сейчас не найду, он где-то находится в какой-то коробке. Ну, приблизительно, там, два мерных стаканчика, это где-то стакан риса. Рис нужно будет помыть. И на стакан риса, где-то полтора стакана надо будет воды. Ну, воду я заранее вскипячу, чтобы она была горячая. Ну, и мне понадобится растительное масло, соль, несколько зубков чеснока. Вот такую приправу для плова беру, ну, можно любую приправу для плова, там как раз есть все необходимые специи, которые нужны. Ну, лавровый листик один я туда кину. И можно даже чуть-чуть перчиком поперчить. Ну, собственно говоря, и все. И на режиме плов это будет все готовиться. Значит, первым делом, что я сейчас, я порежу лук, морковь и курочку. И все это поставлю на режим жарка на 10 минут. Вот, и все это немножечко обжарю. А потом уже туда буду добавлять остальные ингредиенты. Вот как только я решила включить камеру, обязательно начинается какой-то там стук, какой-то там шум, не знаю. Вот ремонты делают люди. Ну, иногда бывает тишина. Но самое интересное, что когда камеру включаешь, почему-то обязательно кто-то начинает где-то стучать. Такое впечатление, что здесь этот шум просто не умолкает. В общем, девочки, я сейчас уже решила вот нарезать лучок. Резать, ну, меленько просто режу, как импровизированное. Решила немножечко с вами поболтать. Сейчас мыла рис. И я вспомнила, как говорила моя бабушка. Вот она мне иногда рассказывала, как там что-то готовить. И она говорила, рис надо мыть в трёх водах. Но бабушка у меня была не русская, она была армянка. И, ну, и она была человеком неграмотным. У неё там всего-то было три класса образования. Ну, это были такие вот предвоенные годы. Поэтому там на образование сильно не обращали внимания. В общем, рис я помыла, вот, как бабушка сказала, в трёх водах, но даже больше. А почему в трёх водах? Почему она именно так говорила? В моей бабушке, где она жила, она жила в Нахичеване, в Ростовской Нахичеване. Там частный сектор. И там раньше колонка была. За водой ходили на улицу в колонку. Ну, и с ведрами несли воду домой. В доме у неё не было канализации. Сейчас я помою морковку. В доме у неё не было канализации. И воду приносили там в рукомойники, вот, руки мыли и всё. И вот она рис, когда мыла, значит, одну воду наливаешь, как она мне рассказывала, помыла, слила, вторую налила, слила, третью налила с водой. Вот поэтому она так и говорила, что рис надо помыть в трёх водах. Вот такая бабушка у меня была. Но она была смешная, забавная, да, иногда прям смешно что-то говорила. Вот, я помыла, почистила морковку и вернулась к вам. Вот, ну, и что ещё вам хочу сказать? То, что иногда бывает, я какие-то блюда готовлю и неправильно их называю. Вот мне иногда поправляют. Это не соус у вас, это там как-то по-другому называется. Ну, вы знаете, честно говоря, мне всё равно, как это называется. В общем, главное, чтобы это был вкус вкусный. И всё, я-то кулинарных техникумов не заканчивала. И я просто обычная хозяйка, которая готовит обыкновенно кушать. Кто-то меня когда-нибудь этому научил, что-то бабушка научила, что-то мама, что-то соседка, подруга. В общем-то, я когда была молодая и готовить совсем не умела, когда я ушла от родителей в 18 лет, я вообще мало чего умела готовить. Ну, такие простые какие-то блюда. Вот, а потом уже, когда у меня появились дети, тогда уже я стала какие-то рецептики брать у своих там подруг, у соседей, у кого-то что-то попробовала вкусненькое, записывала рецептик и всё. Поэтому, ну, разные люди по-разному называют разные какие-то блюда. Ну, может быть, это соус, а это может быть и не соус вовсе. Ну, для меня, знаете, когда мясо, например, картошка и мало бульона, то это уже как бы соус. То есть соус это как бы погуще, чем суп, ну и всё. А может быть, это на самом деле не соус, а по-другому называется. Ну, какая разница, как это называется? Мне кажется, это уже не важно. Я же не на выставку кулинарную прихожу. Правильно, я готовлю для своей семьи. Я привыкла называть соус, а это, оказывается, и не соус вовсе. Вот, ну, морковку вот я режу соломкой. Можно резать, в принципе, как вам нравится, хоть кубиками, там, треугольниками можете резать. Это не имеет значения. Главное, чтобы блюдо получилось вкусным. А для этого нужно просто душу в него вложить и всё. Готовить надо с хорошим настроением душой. А ещё бабушка моя смешная, но она иногда говорила какие-то такие слова. Вот, кстати, до старости лет, она дожила до 80, она до старости лет, вот, казинаки, она говорила, казаняхи. И когда я приходила к ней в гости, говорю, скажи, казинаки, она, казаняхи. Так смешно. А муравьи у неё были, му-ра-в-ли, му-ра-в-ли. Вот так она говорила. Ну, какая разница. Ну, мне было это просто как бы забавно. Ну, так говорит человек. Она привыкла так это говорить. Хоть это и неправильно. Ну, не обязательно это поправлять. Хотя пыталась поправлять я, там, сестричка моя. Ну, всё равно она говорила, как она говорила. Вот и всё. А кто смотрел, если видео о моей армянской корне, вы там мою бабушку видели. Она ещё жива была тогда. И такая милая старушка, милая бабушка. Добрая. И, кстати говоря, вот эту какую-то бабушкинскую доброту, наверное, я переняла у неё. Почему-то вот для меня кажется, что бабушка, она должна быть доброй. Родители пускай будут строгие, пусть они ругают ребёнка, наказывают. Но мне кажется, бабушка должна быть доброй. Такой у меня образ бабушки в голове. Такой стараюсь и быть. Кстати говоря, если вы посмотрите видео там, где вот Василёк, я снимала, да, вот это вот, перед этим видео выйдет. Там всем подарочки к 8 марта. И тёще в то же время, тоже я решила сделать заказик, тоже ей туничку подарить. Почему я говорю тёще? Ну, это тёща, в общем-то, моего сына. Не моя тёща, понятное дело, моя сваха. Но я очень хорошо к ней отношусь. Она любит моего сына. И у моего сына прекрасные отношения с тёщей. Ну, и я как бы так тоже, тёща-тёща, на неё тоже говорю. Ну, к ней к свахе отношусь очень хорошо. Если она это видео будет смотреть, то я поздравляю её с наступающим, приближающимся, скоро 8 марта. И вот такой вот ей решила сделать подарочек. Ну, всё, вот я нарезала морковку, лук. Всё это я уже отправляю в чашу мультиварки. Добавлю туда растительного масла немножко. Ну, я не знаю, кто-то, может быть, может побольше добавить. Ну, я стараюсь добавить не очень много. Ну, примерно грамм 30, чтобы вот это всё немножко обжарилось. Сейчас ещё нарежу курочку и тоже туда отправлю, включу режим жарка на 10 минут и вернусь к вам. Что у меня происходит в мультиварке? Сейчас вот начала уже прогреваться чаша, начинает потихонечку жариться. Ну, мясо у меня в лотке было больше, чем полкило. Вообще на такую пропорцию полкило мяса. Ну, здесь где-то 650-670 грамм. Вот, ничего, если немножко больше, я люблю, когда мясо побольше. Ну, и вот сейчас оно минут 10 немножечко прожарится, пропарится. Мясо должно закупориться. И потом уже тогда я добавлю туда рис и водичку. Ну, и пока оно жарится, можно уже сразу, конечно, и положить спицы, и соль, вот всё уже как бы туда и положить. Сейчас я так и сделаю. Сейчас помешаю ещё разочек. Вот, сразу добавлю соль. Соль любимую, какую хотите, кладите. И я ложу адыгейскую соль. Она уже тоже идёт со специями, с приправами. И вот я сразу её и посолю. Так. Ну, и приправа для плова. Любая приправа для плова подойдёт. У нас вот такая вот есть. Тоже её сразу добавлю. Она придаёт свой определённый вкус и аромат, именно для плова. И ещё я добавлю немножко перца. Чуть-чуть. Кстати, девочки, вот сколько раз я брала мельницы, но мельницы я брала в пятёрочке, в магните в основном. Они очень крупно молят. А вот эту мельницу, приправа букет перцев, вот эту мельницу дочка брала в фикс прайсе. И для меня даже очень странно, удивительно, что там оказалась вот такая мельница, которая мелкий помол делает. Мне нравится вот этот помол. Вот, ну, в общем, всё это я туда уже позакидала, перемешаем и будем ждать окончания режима жарки. Вот, режим жарки закончился. Теперь я туда высыпаю рис. Кстати, мне вот кажется, всё-таки риса маловато, может быть, будет, но, тем не менее, пусть будет именно риса столько, пускай будет мяса побольше. Ну, это потому, что вот нету мерного стаканчика, и я вот так вот уже на глаз, можно сказать, делаю рис, не точно по рецепту. Хотя я так вот вижу, что маловато. Ну, пускай будет столько. Вот, и наливаю я здесь как раз вот полтора стакана воды. Ну, на эту пропорцию. Ну, она как раз вот едва-едва закрывает рис. А теперь я туда воткнула вровый листик и несколько зубочков чеснока. Можно чеснок не чистить, можно вообще целую головку воткнуть. Чеснок потом... Я почему его кладу целиком, потому что потом его и он на зуб, если попадётся, его даже и не чувствую, что он приобретает вкус плова, и непонятно, что это был чеснок, что вам попался чеснок. Всё, закрываю крышкой и ставлю режим плов. Вот, режим плов как раз 50 минут по программе идёт. Всё. И иду монтировать для вас видео. Ну, и как же нам не выглядеть сегодня из окна? Сегодня такая классная погода. На улице солнышко, и там тепло. Но сегодня днём будет плюс 10. Это уже прям весна приближается. Ну, это здорово. В общем, класс. Надо будет выйти, наверное, прогуляться. А может, и не выйду. Я иногда собираюсь выйти, потом раз и не выхожу. Девочки, мне уже пишут в комментариях, что мне пора подстричься. Да я знаю, что пора подстричься. Вот я как раз пенсию скоро получу и пойду подстригусь. Но дело в том, что какую стрижку, мне там говорят, давайте коры или ещё что-то. Я вам хочу сказать, у меня такая стрижка, какую я хочу, она у меня уже была. В общем, здесь я срезать не буду. Ну, чёлку, само собой, я подстригу и сзади просто покороче сделаю. А здесь вот так вот и останется. То есть, вот это вот как шапочка такая. Ну, это как коры на ножке называется, что ли. Вот что-то в этом роде. Ну, у меня такая стрижка была, и я такую хочу опять вернуть. Так что не волнуйтесь, скоро подстригусь. Ну, пока что вот такая я лохматая похожа. Так, ну что, программа вышла, уже закончилась. Хочу открыть аккуратненько. Плов наш готов. По-моему, всё прекрасно получилось. Я сейчас всё это перемешаю. Немножко постоит. И будем кушать. Уже пора поесть. Ну, плов симпатичный так вот выглядит. Хорошо, мне нравится. Сейчас будем кушать. Куда ты столько солишь? Вообще не солёт, мам. Ну что, пробуй давай, говори. Я попробовала уже огонь вообще. А, огонь? Невозможно. Нравится? Да. Вкусно? Всё, мы кушать садимся. Плов готов. Я уже прямо проголодалась. Ну ничего, симпатичный пловик получился. Доча говорит, вкусный. Всё, садимся кушать. Девочки, ну вот смотрите, что происходит. Я сижу, монтирую видео. А солнце теперь поворачивается в нашу сторону. И я уже экрана не вижу. Сейчас день становится длиннее, ночь становится короче. И солнца у нас будет больше. И вот я думала и думала, что бы мне такое придумать, а? Или что бы такое придумать? Короче говоря, сейчас вот пытаюсь, как голь на выдумке хитро, пытаюсь сделать занавесочки. Но с этой стороны эти занавесочки я вешать не буду. Денька будет дёргать. А так как они временно будут на гвоздиках тоненьких, их легко можно будет просто сдёрнуть. В общем, временно. Я их повешу с той стороны. Там два гвоздика прибила. Хочу натянуть лесочку. И у меня есть вот такие вот прищепочки, где они. Ну, я вам покажу сейчас. Ну, просто прищепочки и с крючком, чтобы эти крючки повесить на лесочку. В общем, сейчас попробую сделать и показать вам, что у меня вышло. Ну, в общем, как-то так. Повесила занавески пока. Ну, во-первых, занавески эти длиннее, чем нужно. Я их там немножко внизу закатала. Вверху они на леске. И вот на таких вот крючках. Ну, это всё пока временное. Ну, пусть пока так повесит. По крайней мере, в комнате светло. Так же и осталось светло, как и было. Вот. Достаточно нормально светло. Света достаточно. Вот. Ну, и в то же время, сейчас уже на мой компьютер так сильно не светит свет солнце. Я могу спокойно сесть и продолжать делать то, что я делала. Свою работу. Монтировать видео. Я, кстати, даже сквозь эти занавески даже вижу там вот здания. Они как бы такие полупрозрачные. Ну, не такой яркий свет пропускают. Ну, в общем, мне вообще нравится вот эта такая задумочка. Но её надо будет доработать ещё. Ну, что, девочки. День подошёл к концу. В общем, целый день я просидела. Я монтировала видео Василёк, любимый. И, в общем, для того, чтобы вам побыстрее его выложить, чтобы вы могли его посмотреть. И, в общем, у нас сегодня с дочкой целый день какой-то такой. Сначала я снимала, потом я села монтировать. Она начала снимать. В общем, вот так вот день и прошёл. Ну, а сейчас она ушла в садик за Денечкой. Затем они в бассейн. И потом уже придут домой уже скоро. Ну, и туда-сюда. И будем Деню укладываться. И будем и сами укладываться. Наверное, сегодня может быть пораньше. Потому что что-то мы подустали сегодня немножко от этой движухи всей. Вот. Ну, если сегодня больше ничего интересного не будет, тогда завтра будет день. И со свежими силами что-то ещё я буду вам снимать в этот влог. Вот. Ну. А пока сейчас я лягу отдыхать. Пока не пришли. Сейчас придут. И начнётся тут суета. Деня нам же покоя не даёт. Он нужен суетливый ребёнок. Денечка, ну что, будем вылазить? Вылазить. Пойдём. Пойдём. Ты ещё не накупался? Не накупался. Не накупался. Ещё хочешь купаться? Да. Ты хочешь просто сидеть в воде? Да? Ой, ты рыбка. С бассейна только что пришёл. Мама говорит, истерику там устроил, не накупался. Даже не смогла нам под душем обмыть. Изъявил желание искупаться ещё. Вот сидит ребёнок в воде. Любит воду. Ну и сидит тогда. Ты книжку читаешь, да, Дэнни? Красивые там картинки, Дэнни? Интересная книжка? Читает книжку вообще ребёнок. Всем доброе утро! Наступил новый день, новые дела. Ой, уже с утра начинают что-то там на голове сверлить. Суседи. Доча повела Дэнни в садик. А я пока решила тут простирать кое-какое бельё. И вспомнила, что в комментариях некоторые люди задают какие-то вопросы. Ну, что-то им непонятно. Может быть, в инструкции по эксплуатации, может быть, не вся информация есть. Но сейчас я вам просто подскажу, допустим, может быть, какие-то нюансы. Ну, пойдёмте к стиральной машине. Ну, вот, к примеру, допустим, я там положила, у меня получится полотенце, простынь, наволочки. И какой режим я выбрала? Я поставила режим хлопок. Опустила температуру на 40 градусов, потому что там половина синтетических вещей, половина хлопковых. Ну, 40 градусов вполне достаточно. Потом я включила быструю стирку. Время показывало мне час. Но я ещё добавила дополнительное полоскание, чтобы хорошо выполоскалось бельё. И время стало у меня час 13 минут. Вообще, вот этот режим, он соответствует детское бельё и для аллергиков. Вот детское бельё и для аллергиков. Там тоже идёт как раз дополнительное полоскание, больший уровень воды. И температура, я не помню, там 60 или 40, но не помню, не буду врать. Вот. Но дело в том, что здесь быструю стирку не включишь. А тут быструю стирку я смогла включить. Вот водичка налилась первоначально. И когда уже было час 10 оставалось, да, то есть 3 минуты от начала цикла, вода перестала наливаться. Машина приостановилась. Она какое-то время думала, сколько нужно воды долить. Там идёт мозговой процесс. Вообще, в машине есть такая вот умная плата, которая думает, сколько воды надо залить, какой алгоритм движения. Ну, в общем, машина имеет свой мозг, который думает, что нужно включить и как надо работать. Кто-то хочет вот именно там, чтобы машина крутилась так или иначе, но она крутится так, как ей положено. Инженеры специально разработали вот такой вот мозг в машине, который думает за вас. Как только я решила что-то снять, обязательно включают сверло. Значит, одна подписчица мне написала, она включила тонкое бельё, шёлк. И говорит, мотыляет типа бельё, но не деликатно стирает. Деликатная стирка, вот это шерсть, и здесь нарисованы ручки. Это ручная стирка. Она попробовала ручную стирку и говорит, что машина долго стоит, мало переворачивает. В общем, много переворачивает не устраивает, мало переворачивает не устраивает. Ручная стирка, она такая должна быть. Деликатное бельё, оно там пропитывается, проходит сквозь ткани. Вот эта вот жидкость мыльная, да, скажем, и бельё, оно лежит. Потом оно перевернулось и опять оно лежит. То есть там идёт как бы вот это пропитывание белья и очень такая деликатная идёт стирка. Но так машина, правильная машина должна вот так именно стирать ручную стирку. Есть машины, которые вот деликатно не стирают вообще. Ну вот индезит, который был у нас, как я не пыталась какую-то программу найти, чтобы была деликатная стирка. Деликатная стирка не получалась. А вот на ручной стирке здесь можно и шерсть стирать, занавесочки стирать. Или какие-то такие вещи деликатные, которые вы не хотите, чтобы они там повредились, растянулись и так далее. Вот выбирайте такую стирку. Да, ещё хочу сказать, не знаю, написано в инструкции, не написано, может быть не во всех инструкциях есть. Режим хлопок, он подразумевает полную загрузку. То есть если машинка у нас идёт на 7 кг, то полная загрузка, это имеется в виду только хлопок режим. А синтетика, это уже бельё рекомендуется закладывать не больше, чем пол бака. То есть по весу вы там не взвешиваете, не знаете, 3,5 кг это сколько, но визуально это половина барабана. А ткани уже, которые идут поделикатнее, там шерсть, шёлт, тонкое бельё, например, режим рубашки, 2 кг. Тут даже подсказывает, когда рубашки режим включать, подсказывает машинка 2 кг. То есть закладываете белья, 1 треть барабана вот на деликатных тканях. Вот как можно что-то вам рассказывать, когда то фокус, не фокус, то сверлят. Кстати, дочка говорит, что когда вот эти звуки идут, сверлят там что-то, какие-то шумы, то фокус может расфокусироваться и долго не может собраться. И на фокус влияет шум. Ну, как бы, я не знаю, то, что я хотела сказать, достаточно понятно, сказала или нет, но надеюсь, вы поняли. Вообще, в принципе, когда вы идёте в магазин за консультацией, там такие вещи, вообще-то продавцы знают, что сколько надо белья закладывать, на какой режим программы. Вот, но, хотя, если, например, я, например, технику Бош я изучала 5 лет, и я очень хорошо знаю все программы, там всё, я, конечно, подзабыла, может быть, сейчас уже кое-что. Но промоутеры компании Бош, они эту информацию должны знать, потому что они её проходят на тренингах и сдают экзамен, то есть тестирование проходят, результаты которого влияют на зарплату, если плохо, проходят тестирование, если знания недостаточно хорошие. Поэтому по знаниям должно быть всё на отлично, в крайнем случае на хорошо. Что я сегодня ещё собираюсь сделать, я не знаю. Я сегодня ещё думаю, наверное, приготовить, может быть, котлетки на пару. Но сейчас дочка придёт, и мы с ней решим, что готовить, когда, потому что ещё есть плов, как раз нам на один раз покушать плова есть. Что приготовить, она уже мне скажет, чего она хочет, и тогда я, наверное, сегодня буду ещё и готовить. А что у нас сегодня с погодой? Ну, как-то пасмурно немножко, какая-то дымка даже, не знаю, или это что, или туман, или что это такое. В общем, неясная погода, пасмурная, но сухо, без осадков, и это хорошо. И я вижу, что ветра нету. Ну, в общем, так прохладно, наверное. Ну, честно говоря, мне на улицу что-то неохота. Вот, я вчера так и не вышла, потому что была занята, монтировала, в общем, как-то день так и прошёл. А сегодня что-то мне и уже не хочется на улицу выходить. Ещё мне одна подписчица спросила, из какой муки я делаю кукурузную кашу и какого помола. В общем, я вам показываю, кукурузная крупа, она варится как любая крупа, как ячневая, как там, не знаю, пшеничная, как любая крупа. Ну, я делаю один к трём. Стакан крупы на три стакана воды. Вот, помешиваю, получается просто такой гарнир. Приехали ко мне домой. Командир же тут уже. Всё, нормально у меня тут лежит, что-то ненормально, что-то лежит. Говорит, мне так нравится твой фон, я бы на нём поснималась. Я говорю, ну, давай поснимаем тебя на нём. Решила фотографию себе какую-нибудь поискать. А мы, собственно говоря, приехали, что? Я вот взяла, тут надо, у меня же принтер тут есть, принтер. И мы решили, тут надо кое-что распечатать, ну, в общем, кое-что из вещей даже взять. Соседка в гости пришла. Так, ну, красота моя. Смотрит фотки, фотки смотрит. И молодая бабушка, и дедушка молодой. Да, у меня пусть посмотрят. Ты, короче, тут теперь зависнешь сейчас надолго. А всё, я посмотрела уже. Я пролистала. Вот, смотри, на Деньку уже похожа я. Да, это ты маленькая. Да, это Денька. Денька похожа. Я говорила сразу. Говорю, забери принтер к себе. А куда я его поставлю? Не хочет. Вот я буду теперь ездить. У меня, кстати, вот такой вот принтер Samsung. Это вот моделька. Ну, в принципе, я там картридж иногда меняю. Такой длинный, вот чёрный. Просто единственное, что этот картридж, он как бы одноразовый. Там не засыпается этот тонер. А его нужно покупать. Ну, он там и стоит. Последний раз я брала 500 рублей. Его надолго хватает. Там, ну, просто его подключает. Да. Ну что, дом мой родной. Всё, сделали наши дела. Забрала я опять этот самый ноутбук. Принтер решили сейчас не тащить, потому что у нас и так уже полные руки. В другой раз мы его отвезём. Дочи. Вот, будет он у неё. Потому что пока я работала, мне принтер был нужен. А сейчас вот уже не работаю, и он больше нужен ей, чем мне. Отдам, пусть он будет у неё, если что. Если что, распечатаешь мне, да? Что мне нужно. Так, ну всё, собираемся, одеваемся и пошли на выход. Ну что, мои хорошие. Вот так вот мы с дочкой съездили, ко мне домой зашли. Побыли чуть-чуть. Я там взяла кое-что нужное для себя. И зашли в магазин. Купили мяско. Я захотела свининку жареную, а дочка говорит, нет, а мне возьми сердечки куриные. На гарнир я хочу сварить рис. Мы решили, что рис подойдёт для всего. Ну и всё, я сейчас куриные сердечки поставлю варить для неё. А для себя я хочу пожарить свинину с лучком. И потом это всё ещё уксусиком заправить. В общем, сделать что-то вроде шашлычка. Прям мяса захотелось мне. А то всё время диетическая еда. Разве так можно? Я не могу. Ну вот что, вернулись сюда домой. А тут опять вот это жужжание. На улице хорошо. Я дома сняла сапоги зимние. Одела ботинки теперь. И даже шапку кинула в сумку. Без шапки ходила. У нас там плюс где-то 5 градусов. Без витрена, в общем, нормально, тепло. Ну и всё, сейчас буду готовить. Девочки, уже думала, ничего снимать не буду. Но всё-таки решила поснять. В общем, у меня, короче говоря, здесь у меня варятся сердечки. Вот. Уже убавила на тихом огне. Здесь у меня вода закипит. Я закину туда рис вариться. И вот свинина, мякоть я решила пожарить. Вы знаете, меня муж научил жарить мясо, чтобы оно было мягким. Вот я когда была молодая, у меня всегда мясо жёстким получалось. Ну вот я уже по его, как бы сказать, методике стала готовить мясо, чтобы оно было мягким. Ну я растительного масла налила на сковороду. Можно жир там любой, какой любите. Если можно смальться или... Ну я растительное масло всегда добавляю. Вот. Положила туда кусочки мяса. И вот мясо уже когда, видите, оно закупорилось, побелело, да? Оно выделяет свой сок. Можно будет уже сейчас тогда убавить газ. Сейчас я его переворачиваю, чтобы оно закупорилось со всех сторон. Вот. И убавить газ, добавить немножечко водичкой, чтобы оно немножко прикрылось. И на медленном огне, чтобы оно тушилось. И, в общем-то, на протяжении где-то, наверное, около часа, вот вода выкипает, надо чуть-чуть её подливать. Но чтобы её было немного, чтобы оно вот так вот на медленном огне тушилось. Ну уже где-то час, когда пройдёт, и уже вот вода, когда уже выкипит, надо будет тогда добавить лук, чтобы он обжарился. Ну, чтобы не было воды. И когда он обжарится, можно будет ещё, ну, можно будет добавить воды, если вы хотите, чтобы было с подливкой. Или можно уже не добавлять. И будет просто мясо жареное, но оно будет мягкое, без подливки, с лучком. Ну и соль, перец, лавровый листик можно добавить, будет в конце уже. В общем, готово. Девочки, я себя чувствую какой-то многостаночницей. В общем, короче говоря, возле плиты стою. И что у нас тут? Значит, вот эти сердечки я уже посолила, поперчила, лаврушечку кинула и кинула лучок. Ну, она когда поварилась минут, там, не знаю, 10-15, наверное, прошло и кинула лучок. Ну, сейчас оно поварится, так как куриные сердечки варятся довольно быстро. Я думаю, что минут уже через 10-15 будет уже готово. Ну, я возьму одно сердечко, попробую. Рис у нас уже тоже варится. Ну, рис где-то варится минут 15-20, тоже я пробую обычно до готовности. А потом я его просто промою и всё. Немножечко маслица, может быть, добавлю. А может, даже не буду ничего добавлять. Так, ну и вот мясо. Водички туда добавила, и оно сейчас тушится. Я сейчас ещё медленнее сделаю, чтобы едва-едва оно кипело, и оно будет тушиться пусть подольше. Ну, продолжаем готовить. Ну что, рис уже готов. Я его промыла, он стекает. Ещё я нарезала полторы луковицы для свинины. Я хочу, чтобы было побольше лука. Что-то вроде шашлычка хочу сделать. Люблю прям лук со свининой жареной. А ещё половина луковички ушла у меня на сердечки куриные. Сердечки куриные уже готовы. Я их только выключила. В общем-то, рис и сердечки готовятся примерно в одно время. Вот я воду поставила одновременно и одновременно выключила плиту. Сердечки, они готовятся быстро. И где-то у меня минут, наверное, 20-25, наверное, вот это всё кипело. И уже всё готово. Я всё попробовала. На свининку я крышку приоткрыла. Можно даже, наверное, убрать, чтобы водичка выкипала. Воды хоть немножко добавила, но почему-то много воды. Будет выкипать долго. Поэтому пусть выкипает. Я открою крышку. Когда уже водички совсем чуть-чуть останется, тогда я туда добавлю лук и его поджарю. Потом уже будет, наверное, уже готово, скорее всего. Ну вот, обед для дочки готов. Рисы, сердечки с подливочкой. Ну и овощи. Дочь, иди кушать. Да, иду. А я пока подожду свою свинину жареную. Захотелось мне что-то с лучком такое симпровизировать. Добавила немножечко сухого укропа, немножко адыгейской соли, чуть-чуть перчика. И хочу это сбрызнуть еще немножечко уксусом. Чуть-чуть. Я люблю, когда мясо, вот шашлычок. Типа шашлычка же я делаю, да? Чтобы оно немножко уксусом пахло. И все. Ну, короче, сейчас лучок немножко так вот помаринуется. И уже, когда мясо поджарится, вот почти будет готово, я туда кину лук, и чтобы оно с луком еще потушилось, пожарилось. Ой, пахнет прям шашлыком. Ой, не могу. Сейчас дочка тоже захочет мою свинину кушать. Я ей не дам. Ну вот прошло, наверное, минут 45, вот как я начала готовить. Я смотрю, что водички становится меньше. Я уже слышу, как она шипит, и она скоро выкипет. Я думаю, что уже, в принципе, по времени сейчас можно закинуть туда лук. И, чтобы уже водичка выкипела с луком, он как раз будет готовиться тем временем. И когда вода выкипет, лук чуть-чуть поджарю, и можно будет либо выключить, либо чуть-чуть водички добавить. Это в зависимости уже от готовности. Ну, тут уже по усмотрению. Да, ну и можно уже, в принципе, сейчас посолить. Мясо я не солила, ловушечку только кинула одну. Ну, можно посолить. Посолить, потягчить, кому что нравится. Я добавила газу, для того, чтобы водичка скорее выкипела. И вот буду потихонечку помешивать, чтобы не пригорало мясо, не пригорал лук. Пахнет уже очень вкусно. Дам сейчас немножко поджариться мясу, луку. И тогда посмотрим, что дальше. Это что-то типа шашлыка. Я теперь название блюдам не буду давать. Я импровизирую на ходу. А название не успеваю блюдам дать. Кто-то пишет, что это не так называется, а как-то по-другому. Да я не знаю, как это называется. Просто вот типа шашлыка что-то делаю. Но это просто моя такая фантазия. Ну все, мясо мое уже готово. Я чуть-чуть его подсушила, поджарила. И все, сейчас уже выключаю, крышечкой закрою, и можно уже кушать. Ну а вот моя порция. Риса немножко положила, и положила жареного мяса с лучком. Уже прям слюнки текут, хочу покушать. Я попробовала мясо мягкое. В общем, уже буду сейчас садиться и кушать. Ну что, мои хорошие, а на этом я хочу видео свое закончить, чтобы скорее его вам смонтировать, и чтобы вы могли его посмотреть. В общем, разные события были, разная готовка. Я уже даже не помню, что я там понаснимала за 3 дня. Сегодня уже среда, подходит к концу. Ну а потом я начну снимать уже следующее видео. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok